Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». А в гостях сегодня Николай Булычев, глава Рязанской топонимической комиссии. Добрый вечер! Здравствуйте! Мы для наших телезрителей подготовили небольшую историческую справку. Давайте посмотрим. После Октябрьской революции все города, включая Рязань, были как братья-близнецы. Везде улицы Советская, Ленина, Октябрьская, Колхозная и прочие. Наверное, только в середине 80-х, благодаря Надежде Чумаковой, стали потихоньку возвращаться к истории. В мае 1987 года была создана топонимическая комиссия Рязани. В том же году были возвращены исторические названия трем улицам. Часть улицы Маяковского снова стала Сенной, расположенная в центре улицы Энгельса – Рыбацкой, а улица 26 бакинских комиссаров – Скоморошинской. Все в соответствии с географическими, историческими, природными и хозяйственными ориентирами. Почти все. Но вот за какие заслуги увековечили имена бандитов и террористов? В частности, улица, которая сегодня носит имя Урицкого, ранее состояла из улицы Преклонской и Касимовского переулка. Именно эти названия значились на конвертах писем, которые приходили многим известным людям в разные годы там проживавшим. Первые предложения о переименовании жители, как правило, встречают в штыки, подтверждая тем самым отвратительное знание истории. Тот же Моисей Урицкий – один из первых организаторов красного террора. Считалось, что никакое воображение не могло представить себе картину этих истязаний. Да и Степан Халтурин вовсе не герой, как уверены многие. Он причастен к покушению на царя Александра II и виновен в смерти одесского прокурора Стрельникова. А вот там, за моей спиной, переулок Войкова. Для тех, кто не знает, Петр Войков принимал участие в расстреле царской семьи. По одной из версий, именно он доставил кислоту, с помощью которой растворили останки Николая II и его близких. В Москве уже несколько лет обсуждают вопрос, что улицы с одноименными названиями и станцию метро необходимо переименовать. Маркс, Энгельс, Ленин, Урицкий, Халтурин – безусловно, они были культовыми фигурами для своего времени. Но сейчас многие ломают голову, что делать с улицами, названными в их честь. Вся система улиц и города складывалась постепенно, на протяжении веков. И то, что мы сейчас имеем, это было названо или в добрые старые дореволюционные времена, а большая часть улиц была переименована и по-новому названа в годы советской власти. И лишь вот 27 лет, как существует наша топонимическая комиссия, мы уже называем улицы в соответствии с определенными принципами. Поэтому мы, вот наша топонимическая комиссия, конечно, не несет ответственности за те, как выразились, ляпы, которые у нас... Это действительно ляпа, да? Да, есть ляпа, есть, конечно. Мы сами возмущаемся, да. Но эти ляпы устранять очень сложно, потому что наша комиссия, вот мы, это тоже наша принципиальная позиция, мы не переименовываем улицы. Единственное, что мы можем сделать, это восстановить историческое название. Но это касается центральной части города. А вот те ляпы, которые у нас где-то на окраинах, ну что ж... Люди привыкли жить по определенному адресу. Плюс ведь столько придется поменять в паспортном столе каких-то вещей. Нет, ну хорошо, но опять же, вот такие, как выразились, ляпы, но их не должно быть на карте города. У нас, кстати, в городе существовала площадь, которая имела, значит, самые длинные названия в России. Вы представляете, мы рекорд поставили. Вот это площадь имени 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшка. 9 слов в одном названии. Ни в один адрес такое название не влезало. Поэтому почтовое ведомство, несмотря на то, что было официальное название у этой площади, почтовое ведомство, вот ее стало кратко называть площадь Костюшка. Но это абсолютно неправильно. Потому что площадь названа в честь дивизии. Вот это самый важный момент, который формировался на территории Рязани. А не в честь Костюшка, который был врагом России, который в 18 веке поднял восстание против нашего государства. А вот что вы скажете, Урицкого, Халтурина, Переулок-Войкова? Ну, это, конечно, не ляпы. Это как раз наследие тех советских времен. Мне было бы некомфортно жить и на улице Халтурина, и на улице Урицкого, Переулок-Войкова. Эта улица названа в честь террористов. Вот, слава богу, мы уже избавились в городе от улицы Каляева, главного нашего террориста. Теперь эта улица носит название Семинаровская. Мы восстановили историческое название. Вот. Ну и в отношении остальных наших террористов, конечно, время придет. Мы, журналисты, понятно, весь дом не опросим. Но вот пять человек, которые увидим, они правда не знают. Они думают герой. Когда мы предпринимаем какие-то усилия по восстановлению исторических названий, изменению названия улицы, в обязательном порядке мы выходим к жителям, проводим опрос или проводим разъяснительную работу. Я, по-моему, ваше интервью прочитала, если я ошибаюсь, поправьте меня, что вы, по-моему, против, когда, например, название магазина совпадает с названием улицы, или оно как-то сокращено, или как-то с привязкой. Это действительно так? Тут в чем проблема? Это абсурд. Ну, не заслужили наши земляки, чтобы через них это называли. А еще, когда фамилии искажаются. Вы представьте себе, герой Советского Союза, значит, наш прославленный полководец, маршал Советского Союза Бирюзов, он не заслужил, чтобы на улице, носящее имя, появился магазин «Бирюза». Ну, это же издевательство над памятью нашего земляка. Или на улице Великанова появляется магазин «Великан». Это тоже, я считаю, издевательство. Или, допустим, такие ляпы, как «Продукты на Крупской», «Продукты на Фрунзе», это название магазинов, «Мебель на Подбелке». Мы против таких названий выступаем, обращаемся к владельцам этих торговых точек. Как реагируют? Ну, никак. Оставляют эти названия. Наш бренд-то, дескать, да. Вот все затратно, это дорого, конечно. Дело в том, что мы можем только увещевать. Мы можем только каким-то образом влиять, но нет закона, который бы запрещал давать такие названия, к сожалению. А вот последний ляп, это вообще абсурд какой-то. Значит, иду я по улице Есенина. Это я читала как раз. И вижу, значит, висит табличка «ТСЖ Есения». Я вот человек старый, да, вот я помню, в 70-е годы был знаменитый фильм «Есения». Вот. Может быть, в честь героини этого фильма. Или вот я недавно выяснил, что, оказывается, у нас есть какая-то популярная певица по имени Есения. Но, скорее всего, так как он размещается на улице Есенина, наверное, в честь Есенина, ну зачем коверкать имя нашего великого поэта? Почему Есения? Ну, можно придраться ко многому, в частности, когда... Это говорит о бескультуре, безграмотности вот этих людей, которые дают подобные названия. Ну, когда английскими буквами пишут что-то, произносимое, в общем-то, на русский манер, да, это тоже странно. На Площадь Победы вот уже несколько лет существует торговый комплекс «Виктория Плаза». Ну, вот, честно говоря, вот до меня, ну так почему-то сложилось, что никто не обращал внимания. Вот, никто не подумал смысл этого названия. «Виктория Плаза» – это калька с латинского языка, это то же самое Площадь Победы. Но почему в нашем святом месте Площадь Победы, где вечный огонь, где имена наших героев увековечены, вот вдруг появляется Площадь Победы, но названа на латыни. Мы этих латиниан-то били в годы Великой Отечественной войны. Ну, тут, знаете, вам будет сложно противостоять. Одно дело – объяснить жителям дома, что, в общем-то, улица названа не совсем в честь того человека, и другое дело – это крупные торговые центры, все-таки они как грибы появляются. С ударушкой березок на всех не напасешься, согласитесь? Ну, вот, к сожалению, так. Вот ближайшие сейчас шаги вашей топонимической комиссии как раз по трем улицам, на которых мы остановились. Ну, решение как бы нами придет принципиальное, что, разумеется, от этих названий надо отказываться. Но я сейчас хочу успокоить жителей, которые живут на этих улицах. Ближайшие, потому что уже обращаются, уже звонят и мне, и в городскую думу, в городскую администрацию, взволнованные жители, что вот якобы некий Булычев хочет переименовать их улицы. Хочу успокоить жителей, никаких переименований в ближайшее время не будет. Без согласия самих жителей вот никто таких шагов предпринимать не будет. Несмотря на то, что есть наше желание, но без согласия жителей, без разъяснительной работы ничего не произойдет. Ну, будем надеяться, что за это время, пока вы будете принимать решение, наши жители подучат, вспомнят историю, чтобы было что сказать в ответ. Хотелось бы. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова